В Димитровграде заложили еще одну аллею в ознаменовании победы в Великой Отечественной войне. Чтобы помнили дети и чтили подвиг наших дедов, прадедов, на аллее установили таблицу. Страшные цифры. Война унесла 27 миллионов жизней. За 4 года было разрушено более 1700 городов и поселков. Фашисты взорвали 32 тысячи заводов. Миллионы детей стали сиротами. Самое главное, чтобы война никогда не повторялась. И спасибо Тиранам, что они защищали нашу Родину. Идея благоустроить еще один кусочек земли на территории детского дома, посадить здесь цветы, принадлежала бизнесменам. Объединение предпринимателей «Опора России» представители Координационного совета по развитию предпринимательства высадили почти три сотни бархоток. Почему именно бархотки? Потому что бархотки, если вы посмотрите, у них цвета георгиевской ленты. Эта аллея своего рода знак уважения и благодарности от внуков и правнуков. Цветы предприниматели сажали вместе с детьми. И вместе, и общими руками, и у детей будет уже пример, есть пример, к чему стремиться, что можно чего-то достичь, что можно также потом вырасти, быть успешным, ездить, помогать другим детям. А примеры такие есть. Стала успешной одна из воспитанниц детского дома Галина Базанова. Сейчас она ведущий врач в Петербурге. А в годы войны маленькая девочка вместе с сотнями других детей была эвакуирована в Меликес из Ленинграда. Известный врач и предприниматель Евгения Парфенова была ее ученицей. И она как-то просила, будет возможность, передайте сотрудникам детского дома тот низкий поклон за то, что они таким детям, больным практически, вывезенным из блокадного Ленинграда, помогли выжить и помогли пережить это трудное время. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Наше время. Юлия Лаптева, Виталий Немов.